Я расскажу про стратегический инструмент «Дерево проблем, дерево решений», который можно найти на сайте Info3.4.5 «Стратегические инструменты. Первый инструмент в списке». Он предназначен как для одного человека, так и для группы, будь то неформальная или группа, которая представляет собой НКО, бизнес-организацию или власть, для того, чтобы от проблемы, которая стоит перед этой группой, перейти к решению или даже более того, к плану работ по решению проблемы. В этом поможет инструмент «Дерево проблем, дерево решений», который автоматически создался для вас план. Он поможет в анализе, он поможет в стратегии и даст вам список задач и показателей. Как он работает? Для этого нажимаем на ссылку «Открыть». В новом окне у вас появляется описание. В центре помещаем проблему. Прямо записываем проблему, как она есть. Давайте посмотрим это на примере. Здесь у нас есть «Дерево решений». Это второй шаг. И пример использования. На примере. Итак, проблема. Рост потребления алкоголя и наркотиков среди молодежи. Проблема, которая всегда остро стоит перед любым сообществом. Мы помещаем ее в центр. Далее. Пишем, какие у этой проблемы и последствия. К чему приводит эта проблема. А приводит она к проблему со здоровьем, понятное дело, к психическим отклонениям. Успеваемость, раз мы говорим про молодежь, падает. Далее можно перейти на следующий уровень. Сделать два уровня следствий. Потому что проблемы со здоровьем, в свою очередь, приводят к тому, что занятия пропускаются. Человек находится в больнице. Человек умирает, погибает. Несчастные случаи. Падение успеваемости приводит к тому, что высшее образование таким людям менее доступно. А также карьера, карьерные возможности будут ограничены. Это следствие. Первый уровень, второй уровень. Далее мы смотрим на причины. Откуда взялась эта проблема? Когда мы говорим о причинах, мы говорим о том, почему. Да некуда пойти, нечем заняться после школы. Поэтому алкоголь является для этих молодых людей решением. Ослабление семейных отношений уже не в семье проводят они время, а на улице, где больше возможностей для того, чтобы в группе сверстников начать затуманивать сознание. Откуда, переходим на следующий уровень, откуда у нас такие причины? Почему нечем заняться? Да потому что нет организованных мероприятий на базе школы. Соответственно, школа отпадает, как возможное место, куда пойти и заняться. Нет добровольческого движения. То есть нельзя без оплаты где-то поучаствовать в каком-то хорошем деле, в котором, может быть, молодые люди хотели бы поучаствовать. Семейные отношения почему ослабляются? Да потому что родители и ученики нет для них совместных занятий. Опять же, это все пример. Можно то, что у вас на слуху, то, что ближе вам взять. И нет семейной терапии, например. То есть нет возможностей соединения, воссоединения семей. Соответственно, это причины причин. Когда мы составили такую диаграмму, здесь у нас последствия, здесь у нас причины. Мы ее переворачиваем, превращаем в дерево решений. С отрицанием проблемы становится нашей целью. В данном примере, можно кликнуть и получить. В данном примере прекращение потребления алкоголя среди молодежи. Тогда у нас было рост. А здесь прекращение или уменьшение. Наши последствия становятся показателями. То есть мы будем смотреть на них, чтобы понять движемся ли мы к цели. Например, меньше проблем со здоровьем, вышеуспеваемость. Если мы наблюдаем вышеуспеваемость, меньше проблем со здоровьем, помимо других причин, которые могут повлиять на это, скорее всего мы на правильный пути в плане достижения нашей цели. Ну и, конечно, переворачивая таким же образом проблемы, которые были на следующем уровне, пропущенные занятия, ранее смерть, меньше возможности до высшего образования, меньше возможности до выбора карьеры. Мы получаем регулярные причинные занятия, больше продолжительной жизни, выше процент учеников, поступивших в ВУЗы, лучшие варианты с трудоустройством. Что касается причин, когда мы их переворачиваем, мы получаем задачи, над которыми нужно работать, чтобы достигнуть этой цели. Опять же, их очень легко переписать из проблем. Если у нас было раньше некуда пойти, то теперь это становится больше возможностью, чтобы занять молодежь. Если у нас ослабление было семьи, то мы говорим об укреплении. Это будет наша задача, на что мы будем работать, чтобы добиться этой цели, и мы будем отслеживать последствия, которые стали для нас показателями. Продолжение следует...